Всем привет! Мы сейчас едем кататься впервые на роликах на улице с Никитой. Мы еще не пробовали. Ну что, бабушке сообщишь новость, что там у нас сегодня? Что у вас там бабушка? Не знаю. Ну, бабушка в телеграмме читала, конечно. Ну, рассказывай, что у Мани у нас сегодня. Алиса говорит, я бабушке не буду рассказывать, а то она разозлится. Дома сказала. Бабушка знает, дайте. Лисочка, это ж понятно было, раз она беременна, то котятки родятся рано или поздно. Чего ж бабушке злиться-то? Уже боится тебе рассказывать. Расскажи бабушке, сколько родилось котяток? Сколько? Три. Три. Хорошенькие. Да? Тебе понравились? Ему еще всего первый понравился. Да? Он самый большой такой, немного с рыжинкой. А все остальные серые. Нет, даже такие как будто черные, не знаю. Я подумала, она или с черным, или с рыжим котом. Да, они еще изменятся. Да, изменятся, я тоже так думаю. Ну, поехали, чтобы не опоздать. Мы сегодня на Настиной машине почему-то. Потому что она выгнана. А? Потому что в Унку загонять не надо. Потому что так быстрее, короче. Вот в машине какой прикольный. Белый? Я люблю Украину. Видишь, написано? И он синий-желтый. О, да, вижу. Так, наша спортсменка тут засыпает, пока мы едем. Нам же с утра не дало Маня поспать. Мы как проснулись с Алисой рано из этого котенка, так и все. Я как подскочила. Мне сначала Маня мявкнула, услышала мой голос. А я рано проснулась. А потом слышу такое. Мяу. Тоненькая. Я как вскочила, думаю, что? Я такая смотрю, там котенок. Я Алису, можно сказать, разбудила. Нет, Алиса вся в кроватке спала. И Маня к ней залезла. Да. И родила прямо возле Алисы. Так, ну вот где-то тут Никита нас должен ждать. Это в шляпе, нет? Да, да, наверное, это он в шлеме, а не в шляпе. Так, ну что, мы на месте. Никита весь зеленый. Алиса будет розовая. Так, я сейчас научусь, как правильно это все надевать, Алисе. Я же еще не надевала ни разу. Ну, это понятно. Только непонятно, где локти оде. Ну, на коленке они чуть побольше, а они поменьше. Так, снимаем. Свои корсовочки одеть сразу. Защиту. Тут она так держится еще на резине. Так она лучше держится. Прикольно. Необычная защита. Я даже не разглядывала. Не было времени. У меня сегодня кошка родила, прикинь. У Алисы в кровати. Мы утром просыпаемся, а она там с котенком лежит, короче. Я стеснялась это Никите говорить. Почему? Мам, ты меня застесняла. Ой, стеснюшка. А там у нас речка. Днепр. Очень красиво. Так, а широким они вниз или вверх надеваются? Ну, а тут плащаем. Ага, широким вверх. Тут даже букву так можно. А? Она понятна. Так, с наколенниками понятно. Значит, их надеваешь через низ, а потом еще и резинки. Ой, то есть липучки. Крутая система. Супер. Так, надеваем ролички теперь. Ролики, в принципе, тоже, понятно, уже подогнаны, да, под размер. Классно, что на четырех колесах она устойчиво на них стоит. Лисюшка на речку засмотрелась. Так, учитывая ветер, мы, наверное, все-таки наденем шапку. О, все, шапку я взяла то, что надо. Она вместе с шарфиком, типа как балаклава или как это называется. Все, удачных вам покатушек. Мы доезжаем аж до конца. А с тобой кто встречает, Настя или вы будете? А мы сейчас проедемся за вами просто. Или сбоку проедемся, вас поснимаем. Давай сначала нам надо привыкнуть, смотри. Катаются разные самокаты. Сюда, с правой стороны, стоять. Смотри, чтобы нас не злили, мы должны так ехать по своей половинке, по вот этой. Потому что все проезжают, обгоняют. Давай сейчас попробуем. Смотри, сзади самокат едет, смотри. И мы его пропускаем, видишь, он тогда нас может объехать. Чтоб тебя никто не сбил, Алис, поняла? Мы будем ехать в ту сторону, аж до конца велодорожка. Когда будешь вставать, говори, посядем на лаву. Ой, на улице классно кататься. Свежий воздух. Класс. Ты хочешь по плитке? Ну да, по плитке, наверное, даже лучше будет. А там уже скорость дорога закончится, там уже начинаются машины ездить. Нам надо туда, там больше дороги будет, чтобы они смогут больше покажать. Давай, активно, и туда будет. Да, по плитке, конечно, удобнее, потому что она похожа на пол на ролледроме. Асфальт более шероховатый. Уехали куда-то далеко-далеко. И все-таки перешли на асфальтную дорожку почему-то. Интересно, почему перешли на асфальтную дорожку. Все-таки лучше на ней на роликах. Что, на этой дорожке все-таки лучше? Давай по такой и по такой. На плитках? Так едь на плитке. Так, мы поехали на машине. Алиска решила отдохнуть. Как тебе на улице кататься? Нравится? Да. Не жарко тебе? Нет. Смотри, будет жарко, могу жилетку снять. Да, ты до него доедешь скоро. До подъемного крана. Гляньте, как поспешила. Попила воды и погнала. Что-то Алиска нашла дуванчик, что ли. Точно дуванчики собирает по дороге. Не просто прогулка на роликах. Урок природоведения. Все, поехали. Пупс такой. Пупс такой. Нас, по-моему, даже не заметили. Мы за ними так потихонечку на машине едем и подглядываем. Так, пешеходный переход. Лиска уже более уверенно едет. Мы, короче, стоим. Я закрываю глаза, сижу с закрытыми глазами сейчас. У меня опять начался этот приступ заслепа. Он начался так неожиданно. Помните, я рассказывала, сначала посередине я не вижу нос, например, того, на кого я смотрю, потому что ощущение, что вспышка ослепила. Потом у меня эта штука превращается как бы в букву С. То есть она расходится, расходится, увеличивается, увеличивается. И потом исчезает за пределами зрения, и все это проходит. Но длится вот этот приступ 40 минут. И вот сейчас у меня уже такая большая буква С, мерцающая. Я плохо вижу вообще сейчас. И я даже с закрытыми глазами гораздо легче сидеть, чем с открытыми, потому что с открытыми кажется, что ты сейчас сознание потеряешь, что это как что-то перед глазами, знаете. Ну, если кто-то себе в детстве нажимал вот так вот на зрачки, отпускал, и потом видел такое, идут яркие такие как бы вспышки. Ну, вот что-то подобное, но оно у меня именно вот расходится вбок и вот в форме полумесяца. Я не знаю, что это за приступ. И вот опять такой. Впервые он меня застал где-то вне дома. То есть обычно дома случалось. Очень часто рано утром случалось. Первый раз на море в Одессе это было. Вот. И всего их у меня было, ну, может быть, от силы штук. 7-8 за года 3. Да, какой-то придурок мимо проехал. Это два. Два? Да, вроде как один за другим гонится. А, это машины вообще? Это не мотоциклы? Да, нет. Я тоже подумала о мотоцикле. Я же тут с закрытыми глазами сижу, понимаешь, я не знаю. Костя вышел походить. Я вам снимаю так вот вслепую практически. Я плохо вижу и стараюсь не смотреть даже в экран, потому что глаза болят от этого. Вот это герб нашего города Черкассы. Черкассы. Смотрите, какой у нас герб. Когда-то я показывала. А он Никита с Алиской. О, вскочила, как нас увидела. Сидела, отдыхала, вскочила. Не. Ничего не видела у тебя в руке. А что у тебя там? Волшебная палочка? Для меня подарок. Для меня подарок? Вау, какой пирог красивый. Ты только ручками потом не берись за губки, потому что голубь может болеть чем-то. Это голубь. Перчатка твоя? Ну что, будем сходиться снимать уже роники. Ты молодец, только проехала. Целую велодорожку. Посидела. Сама ехала. Виделку такая выбирает. Я сама. А мы вас прозевали. Мы там стояли, стояли на стоянке. А вы как-то сзади нас проехали. Быстрее вас. Пригнали вас. А потом мы едем-едем и я вас на лавочке заметила. Вы такие яркие. Будем там снимать ролики, наверное. Там удобнее. Переодеваемся, да? Да. Переобуваемся? Хорошо. Пошли тогда на лавочку. А Никита на лавочку? Да. Домой на лавочку. Подвезем Никиту? Ну, если Никита хочет, конечно, подвезем. У нас место есть. Вот такая у нас тут аллейка. Около воды. Это район Речпорта. Они аж почти до Речпорта доехали. Садись, зайка. Я сама уже один. Да, сама-сама Алиса у нас самостоятельная. Кнопочка где, смотри. На розовенькому. Белая. Алиса, я побежал. Ты молодец. А погоди, мы тебя подвезем. Да я прокатаюсь. На улице в кайф кататься. На скорости. И наверх в кайф. На пол. Ну, быстро забираюсь. Я там перебежку так бежу. Все, давай пять. Алиска, ты молодец. Выдержала такой классный маршрут. Ты умничка. Здесь еще сделаны вот такие фонари. Это речка, это не море. Она не соленая. Алиса все мечтает со склона слезть. Пойдем, нам еще в магазин ехать. Давай, забирайся. Молодчина. Пошли. Мы с Алисой приехали к холму Славу, в долину Рос, и увидели Никиту. Практически с одновременной скоростью. Добираюсь, чтобы подняться. Ну, я же тебе говорила, давай подвезем. И куда это мой котенок убежал? Добежала до детской площадки и вспомнила про маму, да? Ах, ты зепот, малая. Я думаю, что ты меня потерял. Вон холм Славы наш. А это долина Рос. Тут работает фонтан. Идем на детскую площадку. Сейчас папа где-то припаркуется и придет. Я хочу вон туда. Ждем папу. Я хочу вон туда. Сейчас папа придет. Алиса говорит, тоже так хочу. Между прочим, это тренер, к которому ходили Настя и Катя, когда были маленькие. И на пляже у него занимались. У меня где-то видео есть на канале. Коська, мне подбежали дети сфотографироваться, которых там тренируют. Знаешь, кто тренирует? Юра, который Настю с Катей тренировал когда-то. Алисочка, сюда идем. Да не. Хотя Алиса сказала, хочу так тоже. Куда ты идешь? Куда мы идем? На те надувные горки? Алиса говорит, хочет съехать с этой большой надувной горки. Пока Костя покупает Алисе билет на аттракционы. Она нашла тут огромную песочницу. Ничего себе. Короче, тут берешь билет и ходишь по каким хочешь аттракционам. Так, шапку я Алисе сняла. И она погнала. Так, главное, чтобы без травм. Давай! Давай! Молодец, соображает, что надо быстро отойти. Все, не пропадет. Алиса, иди сюда. Алиса, иди сюда. Давай жилетик сниму. Давай жилетик сниму. Иди сюда ко мне. А то тебе жарко будет. Заметк travelers за mamy. Может. показала вам. так мы пошли на другую попробовать это залезай не бойся а тут горький маленький вряд ли алиска захочет на них кататься она с девочкой параллельно съехала алис пошли еще посмотрим пошли дальше посмотрим что тут еще есть на коврик прыгай да молодец так еще горочка о почти с бамбаном или кто это мистер крабс так уже подружилась алиска с девочкой вместе везде катаются